Нежнейший рулет из тыквы с вкусным сливочным кремом порадует всех любителей сладкой домашней выпечки. Рекомендую рецепт десерта из тыквы всем на заметку. Для приготовления десерта из тыквы обязательно выбирайте спелый или сладкий овощ, так и тесто будет вкуснее, и цвет получится более насыщенный у рулета. По желанию можете еще добавить орешки, я добавляла немного измельченных грецких орехов. Готовый рулет подавайте с сахарной пудрой. Досмотри шингида и я предложу записать список ингредиентов. Нарежьте тыкву тонкими ломтиками, поместите в разогртую до 160 градусов духовку или в аэрогриль на 30 минут. Готовую тыкву остудите и пюрируйте, лучше всего это делать либо в ступе, либо в мясорубке. Три крупных яйца соедините с сахаром, взбивайте в комбайне или миксером 3-4 минуты до образования густой, пышной массы. Противень застелите бумагой для выпечки, или уложите на него силиконовую подложку, выложите густую рулетную массу на подложку, разровняйте по всей поверхности, поставьте в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Ставим лайк и подписываемся. Главное, не передержите рулет, иначе он станет ломким и будет плохо сворачиваться. Подготовленные очень чистые кухонные полотенце посыпьте сахаром, понадобится 2-3 большие щепотки. Сахар нужен для того, чтобы легче было свернуть тесто и чтобы оно бы не прилипало к полотенцу. Достаньте противень с рулетом из духовки, снимите подложку с листа, тут же переверните и уложите на полотенце, отделите аккуратно подложку от теста. Она снимается очень легко, пока тесто горячее. Посыпьте рулет сахаром, и с помощью полотенца сверните и уложите его на решетку, в таком свернутом виде он и будет остывать, если оставить остывать тесто развернутым, то холодным его уже не свернуть, оно раскрошится. Пока тесто остывает, готовим крем, отдельно взбейте сливки с ванилью, сахаром и с добавлением нескольких капель миндальной эссенции. Разверните остывший рулет, смажьте его кремом. Вновь сверните рулет, положите его в холодильник минимум на полчаса. Вот десерт из тыквы и готов, приятного чаепития! Вкуснее тем, кто подпишется. Теперь, о составе нашего блюда. Мюка, 100 грамм, разрыхлитель 1 столовая ложка, соль, 0,25 чайных ложки, корица молотая, 0,5 чайных ложки, молотая гвоздика, 0,5 чайных ложки, сода, 0,5 чайных ложки, сахар 1 стакан, яйца, 3 штуки, пюре тыквене, 0,75 стакана, орехи, по вкусу, сливки, 600 грамм, сахар, 50 грамм, для крема. Творог, 250 грамм, ванильный сахар, 2 столовые ложки, количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До новых встреч!